моя самая любимая картина охотники писал ее несколько лет но самое главное я здесь решил добавить много животных опаленные кострум красная рубашка здесь вот такой антураж но в этой работе это как бы проникновение детства она дает смысл какого-то существования но самое главное это таинственность ожидания он слушает звуки ночи а вокруг его друзья но чтобы создать эту картину мне пришлось подожди подожди мне пришлось много работать ну например я создавал эскизы в течение несколько лет вот карандашные рисунки угольные рисунки какой-то антураж эскиз такой эскиз такой мысли еду я путешествовать где-то нахожусь совсем других местах а эскизы все продолжал но потом через некоторое время я начал писать эти чуды стал окружать себя натурщиками с бородой вот например потрясающая работа с натурщиком вот он держит трубку на правду другую сторону освещал его и искал этот образ образ человека который будет в этом моей моей картине моей жизни это как кино какое-то но конечно вокруг чтобы создать она расширивалась эта работа я создавал мелкие миниатюры у тебя сегодня кстати буду тоже показывать но миниатюры это часть жизни этого охотника это как летопись его зима лето весна осень ночь и какие-то вот пейзажи сказочные со скалами речками той природы где он сам находится после тяжелой а может быть не тяжелый а может быть просто уставший вот он так вот сидит и слушай ну и расскажите еще немножко какая-то природа это природа урала да россия это природа урала именно глухого леса не то что глухого это таежный урал северный и вот как человек выживает как человек в одиночестве выживает в природе да нормальный тот который с природой на вы он всегда выживет смотрите куница на рыбку ест и они его друзья и он кормится и они кормятся да это это кто-то ежик у нас есть такой момент вот они еловые шишки это чтобы человек если и природа были в одном дыхание ни в коем случае не надо быть на ты не вас у него есть он очень мудрый тут даже лягушка есть если по этой картине так летопись а капельки воды как хорошо без лягушки а я ползет улитка раскрытая работа улитка ползет в работе орнамента а собака который вот так вот так раз раз идет 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 и ворон падающая звезда а белка ну белочка как написано борода посмотрите это все написано масляными красками настоящая вышитая русская работа синенькой подожди я еще хочу сказать сказал что что ты куда нас ведешь свои экскурсии не ну экскурсию вот я а что это за новая работа расскажите о ней что это работа вертикально здесь много такая вот нет я об этой спрашиваю что это второй вариант а почему вы ее пишите вы знаете просто пишу потому что вот душа прохит можно я ее проанализирую то есть охотник номер два охотник номер два как вот создавались миниатюры сначала я раскрываю сегодня дорогие зрители мы с вами пока посмотрим мы посмотрим как создавалась подобная работа да вот сегодня мы еще одну такую руками не надо шуркать по работе значит смотрите вот делается рисунок под малевок берется такой же большой формат и поэтапно масляной живописью накладывается под малевок черно-белая она такая она коричневая второй год я пишу видите эти картины пишутся очень медленно видите холст настоящий холст настоящие масляные краски надо создать фактуру вот например создается здесь фактура масляные краски настоящие вот такими масляными белилами слои накладываются вот они наши краски как бы они не имеют никакого значения но эта работа написана масляными красками и синтетическими и щетинными кистями на основе вот этих вот этюдов эскизов поисков так то есть в этой картине изображен твой прадед прадед но я это не важно живет он на урале он живет или в южных опять где-то на брянщине это не имеет никакое значение человек и природа это совсем другое общение с природой это как раз этому не хватает но вы знаете я не помню говорят что а как вот это вот сделано это беленьким это что такое расскажите о технике масляной живописи сначала накладывается масляная краска свой канал мы посвящаем масляной живописи сегодня а потом рисируется видите создается фактура фактура создается тоже фактура то есть чтобы вот эта фактура ну как пошурши еще еще пошурши видите вот вот фактура вот она можно сбоку покарать и давайте посмотрим холст какой здесь холст используется вот грубый мы сами грунтуем потому что сами грунтуем мастер сам от начала до конца ведет эту работу это холст масла это холст масла посмотрите как веревочка на мешочке тоже объемной красочкой сделано это называется подмарек для того чтобы потом вести все значит сегодня мы показываем как вести миниатюры сегодня я как раз хочу очень секрет такой показать ну ка с чего я начинаю вот я начну например с этой миниатюры вот она холодненькая я ее буду чередовать лето зима весна я вот думаю может быть мне встать с другой стороны чтобы все таки пропустите меня вперед а вы будете краски же отсюда брать масло ну да дело в том что и этот орнамент вот он идет 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 он будет создавать раму как бы дополна хотя будет еще одна рама там это не имеет значения это как были это может быть что-то я извинил давайте начнем время идет зритель уже хочет видеть как это все происходит мы уже все поизучали как оно может быть и нам хочется как же с нуля с чистого холста вот чистый холст грунтовый мы начинаем очень удобно смотреть близко вот видите как красота какая-то но сначала я подмалевок делаю сразу то не получится что раз и картинка да мы все равно поэтапно ведем получится не но мы поэтапно ведем все мелкие детали потом будем доделывать еще одно видео у нас будет не ну мы сейчас сколько я за сколько секунд я попытаюсь это сделать за секунду делает хорошо не балуйся охотник на нас смотрит значит почему я сейчас вот когда подмалевок дело миниатюры потому что красочка может миниатюра все равно должна создаваться так как бы рама вот видите я ее подгоняю вот так вот ровненько видите ровненько подгоняю здесь вот это самый главный краешек вот этот подгоняю вот я его подогнал это же у нас что будет сумерки да сумерки вот луна здесь маленькая видите как луна вот этот ободочек я делаю углем он делается углем очень аккуратненько видите вот жиденько красочку накладываешь почему жиденько а потому что миниатюры должны быть сделаны очень тонко теперь после этого я беру кисточку и начинаю рисовать вот самое как бы интересное а там холст где-то остался замажется потом да это как наметка только к рисунка вот я например беру и начинаю рисовать вот она видите елочки вот они вот он там лес это большая гора это то место где охотник когда-то охотился плавал ловил рыбу здесь может быть волки вышли или медведь это не имеет значения тут главное что это гора 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 старинные горы урава они уникальны тем что создают какую-то энергию своеобразную мистическую энергию но это как сказочный образ он как бы проходит через всю мою жизнь хотя вот художника жизнь не такая уже и длинная он полностью она посвящена как бы она во мне я через себя это пропускаю это самое главное видите вот как создается работа вот я создавай создавай нам интересно быстро быстро давай бегом ну быстро бегом я упал отжался давайте вот мы создадим вот тут маленький нам уже интересно охотничий домик охотничий домик давайте вот такой давай дело аккуратно вот я его сюда огонечек тут так как-то сделаю вот сама миниатюра это как бы мини картина но я за свою как бы творческую жизнь многое встречал художников но я бы тебе вам скажу одно я очень мало знаю художников которые писали бы мини картины все сразу раскрывали большими холстами лепили форму а вот мини картина она немножко как бы это как бы концентрируется на на одном вот видите теперь тут вот в работе в мини работе тут же как бы надо создать мини картинка как бы как мини иллюстрация мини миниатюр ну вообще маленькая картина по сути своей вот эти я добавил сюда коричневой красочки так вот у нас видите как создается работа ну естественно по всей это все подмалевок теперь следующий до миниатюрку пока это оставляем или продолжаем прямо аля прямо чуть-чуть сделать потом поправишь по сухому да а ты луну не забыл или звезда что там должно гореть сейчас самое интересное давайте посмотрим вот он делает луну в миниатюре светящаяся луна так теперь мы ее подведем вот видите вот я ее подвожу 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 вот она тут вот так вот видите как бы это ну и заодно давайте мы тут огонечек здесь вот сделаем вот он дом в домике горит свет вот как раз это домик нашего охотника теперь и тот же просвет видите как в той картине я раскрыл это да теперь мне надо решить что здесь а что здесь будет будет лето ну-ка давайте то есть мысли художника разные они летом и зимой и весной и осенью вот я беру совсем другую краску так вот она отлично вот она видите подвожу сюда так вот подвожу вот она пока свеженькая видите у нас как бы это вот давайте давайте нам интересно как как мастер держит кисть посмотрите как ручку да то есть вы тоже можете взять холстик и написать такую маленькую миниатюрку ну не знаю ну ладно наш канал существует для вас и только сейчас мы бесплатно совершенно показываем как писать на холсте масляными красками поэтапно поэтапно в каждом своем новом видео мы будем об этом потихонечку потихонечку вам рассказать пока вы увидели вы можете рассказать своим друзьям подписаться на наш канал и обязательно проследить чтобы когда будет следующее видео и выполнять эти работы уже дома самостоятельно с нашим сейчас арестом дома все да коронавирусом работайте своих мастерских своих уголочках тут мы оставим просвет неба немножечко это будет такая тайга здесь тайга вот так вот благодаря вот рисунок мы наносим ребята угольком уголек далеко у вас покажите нам уголек вот он да ты показываешь я имею ввиду что водишь куда я покажу вот мыть вот угольком он напечает картину и уголек он от масляной краски растворяется никаких карандашей никаких фломастеров только не прессованный уголь палочками которые покажи сам уголь что ты его зажал руки вот он вот палочка на белом на белом покажи на белом фоне вот видите а коробочка далеко да ну коробочка далеко ну примерно покажи коробочку давайте я вам покажу коробочку видите он растирается вот при необходимости он так я просто показываю что он стирается легко неправильно нарисовали линию неправильно нарисовать это продается в лавке художника в салоне художник в любом магазине специализированном посвященном художественным товарам так давай теперь я сразу вот здесь у меня будет витя а ты че ту не докрасил а я сейчас объясню я здесь раскрыл колорит 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 давайте посмотрим какой у нас колорит вот нас выдавлены масляные краски вот масленка для разбавителя мы сюда разбавитель наливаем и вот такой у нас разбавитель ребята разбавитель тройник это самое лучшее не экспериментируйте ничего нового не приобретайте потому что они в тоне не должны спорить с картиной они должны быть светлым орнаментом идти я вам этот секрет делайте классическую живопись используйте натуральный классический тройник разбавитель туда входит что масляное масло льняное у меня и лак и уже готовый разбавитель получается дешевле экономичнее взять большой вот такой бутылек так смотрите вот и все вот здесь у нас опять зима ну такая зима будет колорит а какие краски для зимы взяли я голубая и белая да ультрамарин обязательно можно фиолетовый чуть-чуть можно черную можно зеленую можно зеленую только зеленая изумрудка то есть как бы ультрамарин все равно он основной идет я без него никак не могу без ультрамарина ну как без него работать видите вот я его использую этот но он не должен быть такой фиолетовый как здесь здесь он будет очень светлее видите вот я показываю чуть чуть светлее то есть у нас еще композиция среди миниатюр акцент стоит в центральной миниатюре да очень важно видите давайте издалека посмотрим как художник работает это очень интересно говорите громко чтобы вас было слышно говорите пожалуйста вот так мы сегодня находимся в мастерской художника и мы показываем как создавалась вот подобная работа охотник да которую мы рекламировали на странице в контактах у нас есть страница в контактах александр мицник вы можете туда попроситься в друзья свободно туда зайти и посмотреть наши видео уроки мастер-классы а также следить за эфирами на ю-тубе на этом канале галина мицник давайте ближе посмотрим что же он сделал а я как ударить для наших новых зрителей это значит нарисовать нарисовать эмоционально быстро акцент поставить так выражаются художники даже в миниатюре я работаю по пятнам видите раскрывается на при общении с нами вы поймете как разговаривают художники чем они дышат чем живут обязательно подписывайтесь на наш канал обязательно подписывайтесь на наш канал и будьте с нами каждый раз мы постоянно будем выставлять о творчестве александра мицника рекламировать его работы рекламировать наши бесплатно мастер-классы и вот в этом месяце у нас все все будет бесплатно надо будет чтобы посветлее видите как бы я и подписываться бесплатно я раскрыл вот это раскрыл вот она видите это раскрытие и сразу перехожу на вторую работу о чем мы вот здесь не будем докалякивать будем а когда прямо сейчас давай а что нам ведь интересно что все замерло и застыло а тут что белило да какие-то такие холодненькие только сильно не это видите там как бы это я не смотрим мы смотрим твою фантазию мы придумали что как будто ты сам все придумал да я всегда сам придумываю это все в голове художника ребята вот давайте тут такие ну-ка давайте посмотрим где-то окружает нашего охотника в миниатюрах глубокий дремучий лес уральский лес это ежный может быть это где-то в тюмени может быть это где-то не знаю там в архангельске это неважно главное что это в лесу лесу это природа россии дышится по-другому главное что это слово россия у нас там чисто знаешь какой у тебя сразу мозги выживут после города лишь бы его не рубили все нормально как его рубить то будут господи его не перерубишь ничем там вот бегают и куницы и лоси даже да ну согласен вот смотрите я по небо сделал и сейчас пойму аккуратненько накладываю вот сначала мы нарисовали небо а потом на фоне неба рисуем елочки вторым планом елочки да и они как бы уходят туда уходят уходят вот а вот это подмалевок он нам дает перемешку просто елки рисовали нас бы ничего не получилось так видите расплавливается красочка прямо давайте мы тут маленькую такую водичку зелененькая должна водичку тут маленькую сейчас сделаю такое чисто где зелень должна вы знаете вот я вам скажу одно а это не имеет значения художник когда кисть должна быть синтетическая или грубого как она щетина называется да нет я здесь работаю синтетика и белка друзья вот она синтетика все и там маленькая белка я щетиной лучше начинать потому что я щетиной здесь не работаю грубый холст и вашей кисточки и работают пишется сам охотник но вот главный момент я руку как бы подставляете я с очень хорошая щетина продается не как раньше советское время не то вот это знаешь ничего подобного с советское время тоже хорошие кисти продавались просто они не для всех ну и правильно да потому что работал и мне эти кисти выдавали я приходил фонд говорю так срочно на тебе кисточки а те которые дурака валяли они кисти получали там так давайте дальше еще у нас надо просто зелень то будет это же лето у вас да лето вот а где зелень вы знаете и не будет зеленой краски будет вот такая ухристая как шишкинская живопись потому что главное это все-таки охотник а не миниатюры давайте левую половинку раскроем давайте раскроем это же будет все дописывается значит я сейчас смотрю как бы вот эта часть леса она должна проходить туда вот давайте мы ее сейчас не сделаем а вы говорите зелень естественно я беру умру вот я кстати раскрою вам секрет зелени раскрыть умбра вот умбра и желтая и немножко добавляю синий вот у нас получает такая зеленая красочка в связи и чисто зеленой краской не работаю это можно в конце на какой-то работе где-то поправить вон от это увидите как будто это зима осталось как солнышко как солнышко до осталось так теперь я здесь вот тоже вот полянку вот видите вот так вот но она должна по колориту почти 1 и даже быть то есть мне нужно тут тоже опять поставить вот такой как бы чащу леса вот я ее беру кстати благодаря маленьким миниатюром я иногда создаю большие потому что там я нахожу уникальный колорит прямо лес вот лес чувствуется да ну слава богу хочу это а это озеро будет лесное озеро но тихая а там рыбу знаете как и пудовая рыба плавает больше бережка вот здесь будет бережок еще я оставляю почему это светлое солнце светит до ночи бы пишу солнце светит бывает солнце падает на песочек он светится как завалите я его засветил вот например году как я буду писать вот синим все наши были вот она будет красная ой поддержку нашего колорита да колорит это основе цвет предмета там если и будет так сказать синяя красочка но на чуть-чуть это будет отражаться в миниатюре тоже потом сверху на это будет сверху да вот вторым слоем то есть мы пишем пока первый слой будет еще прорисовка более детально чтобы небо раскроете на пожалуйста его совершенно нашу первую часть это была первая часть как мы пишем охотника следующая часть будет после охотника мы пишем как бы миниатюры вокруг ну это вся работа посвящена охотник и работа называется охотник звуки ночи мои друзья подписчики как начнут охотников рисовать или тяжело это будет нет нет мы обязательно в следующей части покажем как писать лицо охотника сегодня мы с автором попрощаемся скажите нам добрые слова на пусте что мы тоже умеем рисовать помогите нам пожалуйста хочу вам открыть ты в лицо повернись вот на фоне охотников стань вернись лицо свящись на меня смотри открыть секрет так на меня смотри развернись я вам хочу секрет про охотника вообще или просто ты не на картину смотри на меня зрителя любовь открытие внутреннее и ну естественно чтобы мне это понравилось то есть я картину пишу не для вас я пишу картину для себя на меня смотри я пишу картину для себя что она вам тоже понравится блогом быть художник это что-то закрытая запретная зона она может ну как стать настоящим художником с чего надо начинать с наброском рисовать если вы чувствуете что что-то не так идите учиться копируйте ну и наверное приходите к нам за студию для взрослых дкс дорожников город екатеринбург комната сто триста шесть обязательно приходите к нам научим вас рисовать весной у нас будут мастер-классы вживую уже не по интернету в апреле мая у нас будет масляная живопись мы вам расскажем как грунтовать как значит холст натягивать на подравник ткань как ее грунтовать как начинать первые подмалевки какие краски материалы нужно будет купить приходите к нам вы за студию для взрослых дкс дорожников город екатеринбург если у вас есть такая возможность если нет то вы приходите на нашу страницу в контактах александр митсник она называется там бесплатные видео уроки в наших видео все сохранено просмотрите их от начала до конца и повторяйте за нами как раз в этих видео уроках мы все рассказываем пока на этом мы сегодня прощаемся с нашим александром петровичем митсником членом союза художников российской федерации я галина митсник главный блогер города екатеринбурга по искусству я первая кто создал канал именно по картинам по масляной живописи по художникам остальные пока у нас только висят в фейсбуке в одноклассниках и в контактах и просто галереи у нас есть городе и общение между собой на выставках но сейчас у нас идет такая позиция в городе что все галереи почти закрыты или работают очень и очень в таком редком режиме и люди боятся выходить из дома но благодаря нашему каналу вы посетите нашу мастерскую нашу живопись наши потуги творческие и я думаю что все будете посещать наш канал youtube подпишитесь на него мой канал называется галина митсник рассказывайте обо мне и приглашайте своих друзей посмотреть наши совершенно бесплатные видео только сейчас и только для вас а дальше поживем увидим но лиха беда начала я рада что мы с вами познакомились в эфире до свидания всего доброго